Достаточно противоречивая, и я бы сказал, невозможная задача рассказать обо всех осложнениях при хирургии за установленный регламент 10 минут. Простите, а у вас меняются слайды на вашем экране? Нет. На нашем пока только первый висит слайд. Да, у меня тоже, это прекрасно. О, вот именно. Да, замечательно. Потому что действительно, все-таки, исходя из реалий, за 10 минут рассказать обо всех осложнениях, которые могут возникнуть в результате криохирургических вмешательств, это, правда, невозможно. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что криовоздействие используется практически во всех аспектах медицинской науки, начиная от онкологии, заканчивая педиатрией, дерматологией, в том числе кардиологией. Поэтому, на первый взгляд, кажущаяся невозможная миссия усугубляется тем, что если мы просто посмотрим в подмеде поисковые запросы complications of cryosurgery, мы увидим как минимум 619 результатов, относящихся ко всем отраслям и аспектам медицинской деятельности. Важным вопросом является то, что, на мой взгляд, сами по себе осложнения криохирургических вмешательств, они принципиально не имеют отличий от осложнений, любых хирургических осложнений, которые мы в большинстве случаев классифицируем по известной шкале клавиена-диндо. И, в общем-то, на этом можно было бы и закончить. Однако, миссия становится абсолютно выполнимой, если говорить только именно о криоспецифичных осложнениях. Я прошу прощения у уважаемых русскоязычных коллег, но из уважения к Франку я сделал слайды английские, либо билингвальные. Действительно, нельзя говорить о том, что это осложнение возникло именно после криохирургического вмешательства, если в процессе этого вмешательства, к примеру, при проведении биопсийной иглы была вскрыта или повреждена плевральная полость. Связано ли это с криохирургией? Да вовсе нет. Это обычные общихирургические вопросы, которые мы с вами решаем, надеюсь, не ежедневно, но решаем. Исходя из того, что можно отнести именно к криоспецифическим осложнениям, это, пожалуй, разрыв или перелом или растрескивание. Здесь каждый называет это, как хочет, ледяного шара в процессе заморозки того или иного органа или ткани, что приводит к определенным неприятностям в виде кровотечения. Это локальные осложнения, возникающие в основном интраоперационно и несколько отсроченные, так скажем, экстраоперационные осложнения. Системное осложнение, в частности, криошок, проявляющийся полиорганной недостаточностью. Что касается раскола ледяного шара, будем называть это так. Большинство данных, представленных в современной литературе, относятся именно к криохирургическому лечению опухолей почек. Если мы посмотрим на современную статистику, то процент возникновения этих осложнений изначально в 2000-е годы колебался в районе 8-17%. В основном это было отмечено при лапароскопических вмешательствах и использовании достаточно толстых, на сегодняшний момент, криоэлектродов. Потому что 3-8 мм. И практически во всех из этих случаев потребовалось либо переливание эритроцитарной массы, либо хирургическое лечение данных осложнений. В дальнейшем, в 2010-е годы, на основании анализа 200 случаев уже чрезхожной криохирургии почек с использованием менее толстых криозондов, всего возникло 2 случая, это 1%, и только в одном случае потребовалась артериальная эмболизация. Что касается 19-20-х годов, это достаточно подробный анализ чрезхожных криоаблаций опухолей почек под КТ-контролем. В 18% случаев был отмечен раскол ледяного шара, но при этом ни в одном из случаев не потребовалась какой-либо терапии. Достаточно хорошая статья, опубликованная в 2020 году, а анализ представленный здесь свидетельствует о том, что всего из всех случаев раскола ледяного шара в 18 процедурах это случилось на первом цикле замораживания, 25 на втором цикле замораживания после соответственно оттаивания. При этом, так скажем, линия раскола, что во втором случае, была достаточно линейной и не менялась в зависимости от цикла. На представленных компьютерных томограммах, скажу сразу, естественно, это не мои томограммы, они взяты из этой статьи, авторы не возражали. Вы видите, что при компьютерной томографии достаточно четко визуализируются расколы в тканях. При этом этот раскол может быть как интропаренхематозный, так… То есть он может быть в пределах опухоли, так и вне пределах опухоли. Всё это было достаточно хорошо видно на КТ, и по данным этого исследования, по его результатам, ни в одном случае не потребовалось каких-либо моментов, связанных с хирургической, либо с эндоваскулярной коррекцией этих осложнений. Что касается расколов ледяного шара при хирургии печени, казалось бы, здесь информации должно быть достаточно много, но тот же самый подмет при различных условиях поиска выдает минимум моментов, связанных с этим, достаточно более серьёзным, нежели в случае почки осложнений. Истинную чистоту мне установить не удалось. Ни в одном литературном источнике мне не удалось увидеть, возможно, я плохо искал, но это вряд ли, не описано разрывов ледяного шара, расколов ледяного шара при ческожной, криво, гладцей, опухолей печени. Но, однако, всё тот же Клавьен в своём атласе по хирургии, который был переездом в 2016 году в очередной раз, было отмечено, что при возникновении расколов ледяного шара при массивной креохирургии печени необходимо в первую очередь не торопиться, не согревать место раскола какими-либо тёплыми жидкостями или газами, или ещё чем-то, дождаться пассивного оттаивания, потом произвести стандартный хирургический гемостаз с тампонированием броневого канала и ушиванием капсулы печени, если такое технически возможно. Что касается достаточно грозного момента, как феномен криошока. Действительно, это, пожалуй, наиболее грозное осложнение обширных криохирургических вмешательств, и я искренне надеюсь, что, встретившись с этим вместе с Георгием Георгиевичем однажды, мы больше это, в общем-то, не увидим. Встречается с различной частотой от 1 до 3,5% случаев. При этом данные об этом осложнении тоже достаточно скудны. Как вы видите на слайде, в некоторых случаях это 3,5%, 2%, 1%, 1%. Но, однако, авторы отвечают, что, к примеру, из 2100 пациентов, которые были прооперированы по поводу хирургии печени, у 21 возникло это осложнение, но при этом это, пожалуй, одна из основных причин общей смертности у пациентов, перенесших массивное криохирургическое вмешательство на печени. Интересным моментом является тот факт, что прямые параллели между именно острой общей криогенной гипотермией, то есть криогенным шоком, мы не можем провести, так скажем, жесткую параллель между тем же самым общим острым переохлаждением в воде, которое было достаточно хорошо изучено. И в процессе написания книги, я имею в виду основы клинической криомедицины, которые я с удовольствием адресую всех, кому эта тема будет близка и интересна, в процессе написания этого руководства нами были изучены работы, в том числе по общему острому охлаждению в воде, после каких-то морских катаклизмов, после аварий и прочих вещей. Момент такой, что английская литература достаточно интересно определяет феномен криошока, когда это нечто подобное на септический шок, только нет признаков сепсиса как такового. Ну, может быть. Вопрос в том, что криошок возникает только в том случае, когда мы нашим криовоздействием вынужденно или, так скажем, оправданно вызываем массивное охлаждение организма не локально, но работая вблизи крупных кровеносных сосудов, мы понижаем температуру крови, что запускает достаточно мощный каскад, который имеет в своём развитии несколько фаз. До того, как произойдёт фаза декомпенсации, сначала произойдёт угнетение микроциркуляции, капилляростаз, спазм венул, артериал, ДВС, ну и в конечном счёте полиорганная недостаточность. Мониторирование криошока, то есть предположение, как наш пациент себя ощущает, возможно, если пациент в сознании, если это тот самый несчастный матрос, который находится в холодной воде. Но мы, работая открыто, в частности, либо чрезкожно, наши пациенты находятся под наркозом. С одной стороны, наркоз защищает наших пациентов от многих стрессорных реакций, но при этом тот же самый наркоз, хорошая общая анестезия, она выключает ряд компенсаторных механизмов нашего организма. Наиболее адекватным и простым является измерение уровня базальной температуры тела, то бишь ректальной. Предложено было несколько классификаций различными исследователями, и это было сделано ещё в 1940-е и 50-е годы. Определённые исследования, проведённые во время военных действий, тоже, к сожалению, дали толчок этому направлению изучения. По крайней мере, наиболее оправданной, на наш взгляд, представляется классификация Чудакова, когда, казалось бы, незначительное снижение базальной температуры тела уже свидетельствует о том, что наш пациент погружается в криошок, что требует несомненных мероприятий, направленных на его коррекцию. Потеряв одного пациента от криогенного шока в содружестве с техническими университетами Санкт-Петербурга, была проведена достаточно интересная работа. Это была больше экспериментальная работа. При анализе результатов пытались, конечно, учитывать определённые моменты организма, связанные с теплоотведением от ледяного шара, с теплопроводностью тканей. Но экспериментальным путём был установлен предельный допустимый объём криодеструкции, который не должен превышать 0,2% от массы тела. Понятно, что эта цифра достаточно приближённая. Но, пожалуй, мы рекомендуем учитывать вот этот момент, вот этот процент от массы тела при планировании массивных криогических вмешательств. Основными причинами, как бы это ни звучало интересно, может быть слегка, если можно так сказать, удивляюще, но основной причиной возникновения криогенного шока в настоящее время является успехи анестезиологии реанимации и появление действительно мощных компактных криоаппаратов, которые могут поддерживать низкие температуры тела в ледяном фронте большого объёма длительно, что не способствует повышению температуры наших пациентов. По сути дела, имея мощные криоаппараты и прекрасную анестезиологическую бригаду, мы не ограничены в объёме опухолевой ткани, которую мы должны разрушить. Весь вопрос, что и совершенство, всё равно имеет предел. Поэтому я призываю не к агрессивной, а к разумной хирургии в данный момент. В общем-то, крио-специфичные осложнения имеют свои определённые причины, несомненно. В первую очередь, это превышение объёма разумной хирургической агрессии. Я помню, на одной из лекций, когда я был слушателем, был задан вопрос лектору, вам, Георгий Георгиевич, какой должен быть разрез при выполнении того или иного вмешательства? Ответ я точно помню. Говорю его до сих пор, в том числе своим ученикам. Чуть-чуть больше, чем хочешь. Применительно к криохирургической агрессии возможность и отчасти клиническая и хирургическая радость от того, что ты можешь разрушить ещё это, это и это, должна быть обоснована. И мы должны иметь определённый внутренний тормоз. Не гнаться за одномоментным разрушением большого объёма опухоли, может быть, перетормозить и через какое-то время повторить процедуру. Несомненно, навигационная сложность — это практически тот момент, с которым сталкиваются все, кто не работает в пределах работы Адокулюс. Это абсолютно понятно, об этом прекрасно уже рассказали предыдущие докладчики. Несомненно, интероперационные ошибки, сложности, имеется в виду локализационные сложности новообразования, которые мы хотим разрушить. Ну и, несомненно, не последнюю роль играет определённая беспечность, потому что криохирургия не всегда ассоциируется с чем-то глобальным. Понимаете, это всё-таки не трансплантация печени или комплекса сердца лёгкие. Кажется, что это совершенно безобидно, кажется, что это, в общем-то, безопасно. И, несомненно, недостаток знаний. При кажущейся простоте методики всё вовсе не так. На мой взгляд, что криоспецифичные осложнения, они, несомненно, известны, они предсказуемы, они курабельны и избегаемы. Но только в том случае, если человек о них знает. Я считаю, что любое осложнение, неважно, речь идёт о криохирургии или о лапароскопических вмешательствах, о роботосистированных операциях, всё имеет осложнение. Осложнение — это плата, то есть это та цена, которую платим мы с вами как хирурги и отчасти платят наши пациенты для того, чтобы хирургия прогрессировала в дальнейшем. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.